Никол Ваваевич, здравствуйте. В первую очередь мы бы хотели вас попросить прокомментировать, что прямо сейчас происходит. Приходят очень тревожные новости. Сегодня с утра новость в том, что Азербайджан бомбил села уже непосредственно на территории Республики Армении. А до этого, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали полномасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха. И они уже три дня бомбят населенные пункты Нагорного Карабаха, используя артиллерию и системы залпового огня. И, к сожалению, у нас здесь жертвы не только среди военных, но еще и среди гражданского населения. Очень важный нюанс, что Турция фактически вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, и местами они даже руководят военными действиями. Еще один очень важный нюанс. Уже в международной прессе было множество публикаций о том, что Турция вербует наемников на территорию Сирии и перевозит в Азербайджан для участия в войне против Нагорного Карабаха и Республики Армении. И, между прочим, есть информация, что уже прямо в населенных пунктах Азербайджана уже произошли некоторые стычки между этими наемниками и местными жителями, потому что эти наемники пытаются навести законы шариата в этих селах, и они заходят в магазины и требуют, что эти магазины прекратили продажу алкогольных изделий и так далее и тому подобное. Скажите, пожалуйста, господин Пашинянов, вот только что пришла новость о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС. Причем новость пришла со ссылкой на Минобороны Армении. Пилот погиб. Известно ли вам об этой информации? Что это может означать, если уже в небе сталкиваются самолеты Армении и Турции? Самолеты Армении. Это уже состоящийся факт, и это еще одно доказательство того, о чем я говорил. И вы знаете, это очевидно, что сейчас и Армения, и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой Турции. И Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт. И они, по нашей информации, ищут повод, чтобы привезти свои войска в Нахичевань. Это англа в азербайджанский, граничившийся с Турцией, Арменией и с Ираном. Хотя у нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии. И вообще-то это, вообще в этом нет никакого секрета, потому что с августа турецкие войска уже находятся в Азербайджане. Они начали совместные военные учения, и эта война началась как продолжение этих военных учений. Николай Ваваев, сейчас уже многие эксперты достаточно жестко формулируют и объясняют все, что сейчас происходит на Нагорном Карабахе. Звучит слово «война». Насколько корректно, уместно использовать это слово? И можно ли хоть что-то сейчас предпринять, для того, чтобы прекратить и кровопролитие и остановить огонь? Ну, это, конечно же, корректная формулировка, потому что идет война. Есть очень много разрушений, жертв, и вовлечено огромное число военнослужащих, и это для нас очень важен еще один нюанс. Как вы знаете, в начале 20 века произошел первый геноцид. 20 века это произошел в Атаманской империи, и жертвой этого геноциду пал армянский народ. Поэтому все мы это воспринимаем как экзистенциальную угрозу для нашего народа. Фактически мы воспринимаем это как войну, которая была объявлена армянскому народу, и наш народ просто сейчас вынужден использовать право на самооборону. Что можно делать? Нужно решительно, международное сообщество должно решительно осудить агрессивные действия и агрессию Азербайджана, и осудить действия Турции, и потребовать, что Турция вообще вышла из этого региона, потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает. Это может привести к дальнейшей эскалации и к увеличению масштаба этих военных действий этой войны. И сейчас международное сообщество должно принять конкретные усилия, чтобы заставить Турцию выйти из Южного Кавказа, и заставить Азербайджан прекратить агрессию и агрессивные действия, военные действия. Господин премьер-министр, не будем вас больше задерживать, знаем, что вам нужно бежать на совещание с военными. Очень короткий вопрос. Какие переговорные форматы сейчас могут сработать? Или все прежние договоренности уже отброшены в прошлое? Условно говоря, казанский формат, по которому вы должны освободить несколько сел, вот эти все договоренности стерты или еще возможно по ним двигаться? Вы знаете, что касается переговорного формата, мы представляем, что переговорный процесс должен продолжаться там, где оно началось. Это сопредседательство минской группы ОБСИ. Что касается конкретных переговоров, для переговоров нужно иметь соответствующую атмосферу. Очень трудно говорить о переговорах, особенно о его содержании, когда идут конкретные военные действия. Прежде всего нужно остановить насилие и нужно констатировать, и Азербайджан должен принять эту формулу, что нет военного решения для Нагорно-Карабахской проблемы. Ведь эта война не началась с нуля. В течение долгого времени азербайджанское правительство развивает риторику ненависти против армян. И в течение долгого времени угрожает, что вопреки международным призывам собирается решать Нагорно-Карабахский вопрос военным путем. Я надеюсь, что хотя бы эти события и ту ситуацию, которую мы сейчас имеем, убедят Азербайджан, что нет военного решения для Нагорно-Карабахского конфликта. Потому что военные вооруженные силы Азербайджана провалили решение своего задачи, как мне думается, военно-политического руководства, и не смогли достичь никакого успеха в военном смысле на фронте. То есть они не смогли решить свою задачу. И я надеюсь, что это убедит Азербайджан, что нет военного решения этому конфликту. И есть только мирное и переговорное решение для Нагорно-Карабахского конфликта. И любое решение должно быть приемлемым не только для Азербайджана, но и для Армении Нагорного-Карабаха. Ведь я хочу констатировать, что когда я стал премьер-министром, я предлагал и продолжал предлагать конкретную формулу для решения этого конфликта. Что любое решение должно быть приемлемым для народа Армении, Нагорного-Карабаха и Азербайджана. Напоминание стран не имеет никакого значения. Это мы можем... Я имею в виду, что равной степени должно быть приемлемым это решение. И, к сожалению, правительство Азербайджана, президент Азербайджана хочет достичь такого решения, которое будет приемлемо только для Азербайджана. Это невозможно. Нужен компромисс, и для компромисса нужна атмосфера компромисса. И для этого нужно немедленно прекратить... Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного-Карабаха и Армении, потому что это Азербайджан начал. Между прочим, и это была заранее планированная операция. И нет никаких сомнений, что эта операция была при планировании во время военных учений, совместных с турецкими вооружёнными силами. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте исходить из того, что вариант должен быть в самом деле приемлемым и для Армении, и, разумеется, для Азербайджана. Никакого военного способа разрешить этот конфликт не существует, только политико-дипломатический путь. Ещё раз спасибо. Никол Пашинян, премьер-министр Армении, был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова